Иммиграция в Канаду в последнее время стала гораздо проще для одних и гораздо сложнее для других. Сегодня обговорим наиболее важные вопросы и тенденции, ответим на те вопросы, которые вы, наши подписчики, задаете наиболее часто в отношении вопроса иммиграции, получения краткосрочных и долгосрочных виз на территорию Канады. Меня зовут Елена Палатник, я лицензированный иммиграционный консультант по Канаде. Поехали! Итак, самый главный постулат сегодняшнего нашего видео это иммиграция здорового человека и иммиграция курильщика. В чем, собственно, разница? Несколько раз в последнее время нам довелось столкнуться с комментариями о том, что кандидат уже 3 года, 4 года, 2 года мониторит программы иммиграции, ждет выборки по тем или иным провинциальным программам и никак его не выбирают и ничего не сдвигается с места. Или в системе экспресс-энтри по федеральным программам не хватает баллов и кандидат просто сидит и ждет у моря погоды, а время идет, возраст, естественно, просаживается, а возраст, как вы знаете, играет одну из основных ролей в иммиграционном процессе, дает или забирает дополнительные баллы. То же самое касается знания английского языка, который, как правило, только растет с годами, чтобы компенсировать нехватку этих баллов по возрасту. Соответственно, когда мы видим подобные запросы, всегда возникает вопрос, а как же вы исходно планировали весь процесс иммиграции, если уже потратили несколько лет на просто ожидание? Либо вам не надо в Канаду, либо вы делаете что-то не так, потому что 3 года сидеть и ждать начала процесса, это достаточно долго, это должны быть совсем слабые показатели или отсутствие мотивации. Самой частой ошибкой, с которой мы с вами сталкиваемся, как-то начинаем процесс иммиграции, это отсутствие адекватной стратегии. Когда вы считаете, что вы проходите по программе провинции Альберта и лупитесь только в нее, тогда как вы уже могли сто раз податься по провинциальной программе любой другой территории и пройти, и получить статус ПМЖ, и дальше иметь право жить где угодно, включая ту же Альберту, это основная проблема. Когда вы читаете официальные сайты по требованиям к кандидатам, которые находятся за пределами Канады, не вся информация указана на официальном сайте. Например, возьмем ту же провинцию Манитоба, где указано, что у вас должна быть какая-то связь с Манитобой, а какая конкретно точно не прописана. Приведены примеры, это может быть друг, это может быть родственник, это может быть комьюнити, а что за комьюнити, какие комьюнити. Этой информацией вы досконально не сможете изучить из просто официальных источников, просто потому что так работает канадская миграционная система, не вся информация выкладывается. На сегодняшний день, например, существует очень много как украинских общин, которые поддерживают граждан Украины по понятным причинам. Существует также огромное количество русских, русскоязычных общин, которые поддерживают граждан всех стран, которые говорят на русском языке, и дают возможность получить статус ПМЖ по провинциальным программам. Существует точно также огромное количество филиппинских общин, индусских общин и так далее. Этим нужно пользоваться, но об этом вы сможете узнать только опытным путем, если кто-то из ваших знакомых прошел таким путем, или если вы обращаетесь к иммиграционным консультантам, как ваша покорная слуга, которая знает, каким образом этот процесс можно пройти, и что нужно сделать для того, чтобы получить ту или иную поддержку, чтобы не ждать по 2-3 года непонятно каких выборок по программам, которые исходно ничего бы вам не сулили с самого начала, если бы вы знали, что есть более простые обходные пути. Поэтому основная идея – это исходно разработать календарный план подачи, сразу знать, по каким программам имеет смысл подаваться, а по каким не имеет смысла вообще никакого. Вы можете подаваться на множество программ одновременно, это не запрещено, но вы исходно должны понимать свои приоритеты. И по этой программе у меня есть шансы, а по этой программе пусть будет, но вероятнее всего я не пройду. И таким образом вы сможете оптимизировать ваш процесс без проблем, и хотя бы дойдете до результата. А когда вы уже получите статус ПМЖ, вы должны помнить, что вы имеете право жить где угодно на территории Канады, работать кем угодно, вы никому ничего не будете должны. Я сейчас не говорю о том, что вас должна выбрать какая-нибудь северная территория, ЮКОН, и вам нужно будет там жить какое-то количество лет для того, чтобы получить статус ПМЖ. Нет, я говорю о том, что вас может выбрать провинция ЮКОН, и когда вы получите статус ПМЖ, приедете туда и поймете, что вам слишком холодно, вы имеете право, как постоянный резидент Канады уже на тот момент, жить в любой части, включая провинцию Британская Колумбия, Онтарию или куда бы вас там не потянуло. Для таких ситуаций у нас есть первичная бесплатная видеоконсультация, вы можете прислать на электронную почту info.sobachka.paleon.com, все наши контакты приведены внизу под этим видео, или на нашем сайте www.paleon.com, прислать запрос на первичную видеоконсультацию, мы вам ее высылаем совершенно бесплатно, вы ознакомливаетесь с самой основной азами информации, которая необходима для того, чтобы понять, как происходит иммиграционный процесс в принципе, как приехать в Канаду, а дальше мы уже сможем быть вам полезны тем или иным образом, в случае вашей заинтересованности, в довольно широком спектре услуг, для каждого подбираемой индивидуально, чтобы вы могли ускорить и оптимизировать свой процесс выезда на территорию Канады, тогда, когда вам это будет удобно. Так вот, иммиграция здорового человека, это когда вы точно знаете, что вам нужно делать для того, чтобы прийти к цели, а иммиграция курильщика, это когда вы просто тыкаетесь, как слепой котенок, и надеетесь на удачу. Удача срабатывает, раз в год и палка стреляет, но зачем вам это нужно, если есть проверенные и нормальные программы, приводящие к результату максимально прогнозируемому. Что делать, если вы подались на канадскую визу и тишина? Это может быть виза для украинцев, это может быть гостевая виза, студенческая виза и так далее. Здесь нужно отдать должное тому, что сейчас сроки рассмотрения абсолютно разные по всем категориям, зависят они от приоритетов, которые правительство выставляет. Для примера возьмем программу поддержки граждан Украины, ускоренное получение краткосрочной визы и рабочего разрешения. Для себя, чтобы вы просто понимали, получено заявление от граждан Украины на эту программу всего 362 664 штуки на каждого человека, не по семьям, а штуки. Из них одобрено 151 353, условно половину одобрили. А дальше смотрите, приехала в Канаду по этой визе из 150 почти 2000 одобренных всего лишь 60 тысяч. Половина, будем говорить. А вся остальная половина сделала это на потом. А вось может быть мне понадобится в Канаду, хорошо, что у меня теперь есть виза. Соответственно и Канада в свою очередь делает выводы, что раз вам так сильно не горит, значит мы можем рассматривать ваше заявление дольше и отдавать приоритет другим заявлениям. Вот таким образом работает система. Они смотрят на собственную статистику. Вот когда те, кто по украинской визе не заехал, заедет наконец в Канаду, то процесс выдачи следующих виз, он ускорится. А если не заедут, то они будут дальше. Очень долго и нудно рассматривают заявление. Второй момент. На скорость принятия решений по вашей визе, по вашему разрешению зависит человеческий фактор. Вам может попасть и страшная черепаха в виде иммиграционного или визового офицера, который очень долго принимает решения. Есть такие случаи, слава богу, это обходит европейские страны, это очень часто возникает больше в азиатских странах, где офицер просто забывает, зачем он вообще сидит за столом. И заканчивается это тем, что в течение двух-трех лет кейс просто не двигается с места. И ощущение такое, что он не просто выпал из системы, а упал со стола иммиграционного офицера. Есть судебные иски по этому поводу от кандидатов на иммиграцию, иски, поданные на иммиграционных офицеров в отношении бездействия, невыполнения прямых должностных обязанностей. Это очень долго и, как правило, это не очень эффективно, но вы должны для себя понимать, что если вы чувствуете, что сроки рассмотрения слишком сильно затянуты, нужно действовать, нужно дергать максимально за все возможные веревочки. Как понять, что ваше дело слишком долго рассматривается? Заходите на официальный сайт правительства Канады. Там есть показатели усредненные сроков рассмотрения по тому или иному типу визы. Ну, например, если у вас есть провинциальная номинация от какой-то провинции и вы подались на ПМЖ с этой провинциальной номинацией, не через систему экспресс-энтри, то сейчас срок среднего рассмотрения стоит примерно 26 месяцев. То есть, если вы обратитесь к правительству Канады о том, почему вы так долго меня рассматриваете раньше, чем пройдут 26 месяцев, они вам скажут, извините, мы рассматриваем средний срок 26 месяцев. Но если вы обратитесь к ним, когда прошло 27 месяцев, тогда они вынуждены будут максимально форсировано принимать решение. Я не говорю, что все дела рассматриваются по 26 месяцев. Я привела лишь пример статистики. То же самое сами офицеры говорят и по гражданству. Средний срок получения канадского гражданства на сегодняшний день на официальном сайте стоит 27 месяцев. Но при этом все получают гражданство на сегодняшний день в пределах 12-15 месяцев максимум с момента подачи заявления до момента, собственно говоря, присяги и получения сертификата о гражданстве. Я уже не говорю о дальнейшей процедуре получения канадского паспорта. Но в любом случае можно заказывать выписку из базы данных миграционной службы, где будет видно, кто, когда и зачем трогал ваше иммиграционное заявление. Если вы видите, что оно где-то застопорилось на моменте запроса документов, а вы эти документы, этот запрос не получили, соответственно документы не предоставили. Или офицер отправил на дорасследование какую-то информацию. Вы можете предоставить свое обоснование, чтобы каким-то образом улучшить показатели. Третий момент. Вы можете дослать какую-то дополнительную информацию. Изменение уровня языка, изменение места проживания. Таким образом, ваш файл в любом случае должны поднять и внести эту новую информацию. И, возможно, это немного расшевелит вашего иммиграционного офицера. Действовать нужно. Да, это нужно делать осторожно, ругаться и обкладывать офицера нецензурной бранью в отношении того, что ты бездельник, сколько можно ждать. Это не вариант. Естественно, это приведет к обратному результату. Действовать нужно всегда дипломатично и деликатно, но максимально уверенно в своей правоте. Если сроки затягиваются слишком долго, вам нужно понимать, что правда на вашей стороне. Вы не выпрашиваете. Вы подали заявление. Вы заплатили за то, чтобы это заявление рассмотрели. И за эти деньги офицер должен выполнить свою работу. Если у него это занимает слишком много времени, не по вашей вине, то есть вы предоставили все документы, то здесь нужно максимально давить для того, чтобы заставить человека работать. Пускают ли в Канаду по краткосрочным визам, включая украинскую визу с болезнями различного характера? Очень часто спрашивают меня об этом. Да, пускают. По одной простой причине. Когда вы подаетесь на краткосрочную визу, вы не проходите медицинский осмотр. Вы просто отвечаете на вопросы, есть ли у вас серьезные заболевания или нет. Насколько вы будете честно отвечать, это ваше личное дело, на вашей совести. Но вне зависимости от того, какое у вас состояние здоровья, по краткосрочной визе вас пустят. Медицинский осмотр проводится, когда вы приезжаете в Канаду, например, если это Canadian Ukrainian Authorization for Emergency Travel, украинская виза. Вы можете пройти медкомиссию в Канаде по приезду, для того, чтобы снять ограничения и работать с людьми, грубо говоря. И подать заявление онлайн на получение нового разрешения на работу без ограничений. Второй вариант, это когда вы уже подаетесь на иммиграцию. И в процессе иммиграции, да, или на студенческую визу, все, что предполагает длительное нахождение на территории Канады, будет требовать прохождения предварительного медицинского осмотра. И там могут быть вопросы в отношении здоровья, в отношении болезней, с которыми не пускают. Но на сегодняшний день практически со всеми заболеваниями, с которыми раньше не пускали, типа гепатит, перенесенный, ВИЧ, диабет, туберкулез, с этими вещами можно работать, с ними можно заехать и получить статус ПМЖ. Заболевания, которые не проходят, это заболевания, которые будут требовать от правительства Канады слишком больших инвестиций в единицу человека на один год, для того, чтобы поддерживать его нормальное физическое состояние. В год Канада закладывает порядка 21 тысячи канадских долларов на каждого человека на здравоохранение. И если заболевание стоит дороже, даже если в вашей стране оно так не стоит, но в Канаде аналоговые препараты или манипуляции будут стоить дорого, то вы можете получить отказ по иммиграционной визе. И помним о том, что если один член семьи получает отказ по медицине, все остальные члены семьи получают отказ автоматически. Недавно появился очень интересный вопрос. Он больше связан с аналогией европейской выдачи временной защиты гражданам Украины на сегодняшний день, которые выехали на территорию Европы, когда выезжая из европейской страны, ты должен якобы сдавать документы, позволявшие тебе находиться. Сдавать в Болгарии за крыло, песель в Польше и так далее. Так вот возник вопрос, надо ли сдавать в ОКПРМИТ рабочее разрешение, если ты выезжаешь с Канады. Нет, такого закона в Канаде нет. Если вы получили рабочее разрешение открытого типа или закрытого типа на территории Канады, оно имеет определенный срок действия, будем говорить один, два, в основном три года. Так вот эти три года вы можете выезжать, заезжать сколько хотите, и этот документ в виде рабочего разрешения будет действовать все время до конца срока своего действия. Он закончит свой срок действия, вне зависимости от того, в Канаде вы или нет, тогда, когда наступит дата, указанная в сроке истечения в вашем рабочем разрешении. Ее нужно продлевать заранее, если вы хотите остаться, либо покинуть страну, если вы видите, что эта дата уже скоро наступит. Возникали вопросы по поводу вакцинации детей в Канаде. На этот вопрос, в отличие, опять же, от европейских стран, можно дать очень успешный и положительный прогноз. Принудительной вакцинации на территории Канады в отношении детей, которые идут в школу, нет. Особенно в Манитобе, во всяком случае, могу говорить по Манитобе, так как мы находимся в ней. Вы просто заявляете, например, если вы не хотите вакцинировать своих детей, что вы не вакцинируете своих детей, без объяснения, почему. Не хочу. И этого достаточно для того, чтобы ребенок шел в школу. Мы говорим о школе, от elementary, от начальной школы до high school. В университетах, в зависимости от профессии. Если это медики, то, конечно, будут заставлять проходить все абсолютно вакцины. Если это другие профессии, то это на выбор, скажем так. В других провинциях, типа Антарио, Британской, Колумбии, будут вам больше задавать вопросы в отношении, почему вы не хотите вакцинировать своих детей, например. Но тоже допускают к обучению в школах без документов, связанных с вакцинацией. В отношении ковидной вакцинации. По детям на сегодняшний день так остро вопрос не стоит, потому что эти ограничения сняты. Но нужно смотреть в перспективе. Каждый раз мы с вами видим в новостях все новые и новые синдромы, новые волны, новые вспышки, как бы их ни называли. В общем, это звоночки, которые говорят о том, что в сентябре нас что-то ждет. А когда мы до него доживем, мы сможем с вами оценить, насколько критичны эти изменения и нововведения в отношении наших с вами детей и их вакцинации на территории Канады. Пока что я бы сказала, что это самая либеральная страна с точки зрения подхода к выбору родителя по отношению к ребенку и вопроса прививок. Поддержка родственников на территории Канады как связь для эмиграции. Очень много раз мы встретили этот вопрос за последнее время. Хотим немножечко прояснить. У вас есть друг или родственник на территории Канады. Это могут быть разные провинции. И в некоторых провинциях такие друзья или родственники могут стать вашей связью с провинцией, для того, чтобы вы могли подать заявление на эмиграцию, на ПМЖ и получить этот статус благодаря тому, что есть родственник или друг близкий, который вас сможет поддержать в первое время вместо правительства Канады, когда вы туда приедете на статусе ПМЖ. Здесь очень важный момент. Доказывать эту дружбу, безусловно, нужно. Родственную связь тоже нужно. Разными путями, разными способами доказательной базы, документальной с точки зрения того, где вы познакомились, были ли вы знакомы давно, почему вы познакомились. Но это все, опять же, бюрократическая лирика. Давайте не будем выдаваться. Это все очень несложно доказать, скажем так, если у вас действительно есть друг или родственник, даже дальний. Другой вопрос. Кого может поддержать вот этот спонсор, этот друг или родственник? И скольких он может поддержать? Очень часто возникает ситуация, когда вы просите человека вас поддержать. Он уже гражданин или постоянный резидент Канады. Он ваш дальний родственник. Но при этом у него еще есть немножечко друзей, дальних родственников, которые точно так же в это же время обратились за поддержкой, чтобы он их поддержал. Так это не работает, во всяком случае, в провинции Манитоба. Потому что тот, кто вас поддержал, поддерживает только вас. До тех пор, пока вы не получите статус ПМЖ, а это может порядка 12-18 месяцев занять как минимум, он не может поддерживать никого другого. Поэтому не обижайтесь и не пугайтесь, если выбор падает этим родственникам не на вас, а на кого-то более близкого и кого-то другого. Потому что кандидат на поддержку вас должен помнить о том, что поддерживать он может только одну семью, одного заявителя он не может поддержать несколько семей одновременно. Но в целом эта поддержка является одной из неплохих связей с определенными провинциями на территории Канады, которые вам позволяют получить статус ПМЖ достаточно безболезненно. Главное тут еще условие, чтобы этот ваш родственник или друг не покинул территорию провинции. Хотя и такие прецеденты тоже встречались. И все зависит опять же от того, на какого офицера вы попадаетесь. Не всегда эта информация на самом деле проверяется полноценно, особенно на федеральном уровне. В следующих наших видео мы обязательно обсудим с вами новые программы иммиграции на территорию Канады. Способы получения поддержки для граждан Украины, для граждан России, для граждан Казахстана, Узбекистана. На сегодняшний день Канада открыта абсолютно. Для всех стран мира. Для того, чтобы получить более подробную информацию, присылайте запрос на первичную бесплатную видеоконсультацию. Мы вышли вам ее по электронной почте. И далее мы сможем с вами обсуждать вопрос оценки шансов и определения вашей стратегии иммиграции, для того, чтобы в кратчайшие сроки с минимальными потерями и рисками получить статус ПМЖ, краткосрочную визу студенческую или рабочую на территории Канады. Спасибо за ваше время. Всегда на связи.